Что происходит с арендой жилья в Испании? Ну, если коротко, то это просто кошмар. Да, ребят, именно так. Ситуация становится все хуже и хуже, особенно если смотреть глазами арендаторов. Вы наверняка слышали про закон перехода количества в качество. Так вот, мне кажется, что для аренды жилья в крупных городах Испании именно вот этот переход происходит прямо сейчас. Давайте разбираться, почему аренда жилья становится доступной все меньшему числу людей. Недавнее исследование Национального федерации Ассоциации недвижимости показало, что для половины арендуемых квартир в Испании нужно больше одной зарплаты, чтобы платить за аренду каждый месяц. Цены растут, доступ к жилью становится все сложнее. В крупных городах, таких как Малага, Валенсия, аренда уже превышает 1000 евро в месяц. А если мы берем такие города, как Мадридзе или Барселона, то это уже от 1500 евроцев и выше. Ну, знаете, что еще? Только 17% новых арендаторов прошлого года – это люди, снимающие жилье в одиночку. То есть все остальные – это либо семейные пары, либо те, кто делит квартиру с друзьями. То есть получается, что арендовать квартиру одному – это уже роскошь, доступная только тем, кто зарабатывает больше среднего. Так, средний доход человека, снимающего жилье в одиночку, составляет приблизительно чуть больше 1000 евро в месяц. В то время, как аренда квартиры, получается, стоит примерно те же самые 1000 евро. То есть люди вынуждены платить, тратить почти всю зарплату на аренду. Президент Ассоциации недвижимости Хосе Мари Альфаро утверждает, что мы сталкиваемся с проблемой некачественного жилья и риском дефолта, если экономика пойдет на спад. Аренда жилья станет роскошью, если не будут приняты эффективные меры. И это не только в крупных городах. Вот в туристических районах ситуация еще хуже. Вот говорим про Барселону, а там аренды квартиры уже в среднем 1700 евро в месяц. А в 3 городах – от 1000 до 1400 евро. В Мадриде в районе полторашки вы должны будете отдать. В Малаге, Бильбао, Валенсии около 1100 евро в месяц вы должны отдать за аренду. А как же насчет маленьких городков? Ну, в удаленных провинциях Испании аренда стоит менее 600 евро. Это да. В таких местах, как Линарос и Хаен, аренда квартиры может быть вообще менее 400 евро. Вот вам получается и разница. Рост цен в первую очередь вызван недостатком предложений на рынке. Вот, к примеру, в прошлом году исчезло более третье предложение на аренду. А спрос вырос на 20%. Это, на самом деле, самый серьезный жилищный кризис за последние 50 лет. Альфару призывают к таким мерам, как стимулирование продаж пустующих домов и возврат жилья из туристической аренды обратно в долгосрочную аренду. Кстати, в некоторых городах уже перестали выдавать новые туристические лицензии. Так что вот такая печальная картина. Если ситуация не изменится, то одиноким людям придется переезжать либо в другие регионы, либо даже в другие страны. Ну, а туристическая аренда может стать жертвой жесткого регулирования.